здравствуйте друзья вот уже неделя как в австрии введено чрезвычайное положение сегодня пятница 20 марта и какие произошли изменения по моим наблюдениям в принципе предприятий многие позакрывались особенно те которые задействованы поставщиков поставщики не успевает завозить видимо какие-то составляющие и очень большие пробки на границах от грузовиков которые там скопились продуктовые грузовики идут по своему коридору и в принципе в магазинах я сегодня был в продуктовых все в принципе налаживается как и раньше то есть поставки продуктов регулярно все продукты есть туалетная бумага есть никаких никакого контроля на входе я не наблюдал чтобы там какие-то были дезинфекционные мероприятия или запускали по определенное количество людей все как бы функционирует как всегда и раньше было что происходит на рабочих в рабочих местах наше предприятие как я сказал что продолжает работу предложила правительство ввести укороченный рабочий день несколько многих людей хотели отправить в принудительный отпуск может быть так и произойдет я не знаю но по крайней мере у нас продолжается продолжает все работать что я хочу сказать ребята про себя я получил от пенсионной страховки письмо на электронную почту где меня просили зайти к своему лечащему врачу чтобы получить какие-то указания я позвонил туда и говорю мне сказали что я принадлежу группе риска то есть люди за 50 с какими-то заболеваниями которые таблетки принимают должны быть освобождаться от работы и находиться дома и врач мне сказал что я тебя освобождаю от работы как попавшего в такую вот группу риска и на две недели меня освободили от работы что происходит на улицах я замечаю что народу становится все меньше и меньше на улицах особенно на городских улицах улицы пустеют с утра транспорта движение транспорта практически обнулилось ездят все меньше и меньше людей и наверное да все люди сидят все дома наслаждаются скажем так таким такой возможности такого непредвиденного отпуска конечно обидно тем людям которые заставили или скажем так отправили в отпуска в принудительные отпуска если они сейчас этот карантин просидят дома в отпуск то конечно им летом уже отпуск не положены будет будут они все лето работать если вообще что-то еще до лета произойдет может быть карантин продлится и до осени такие предположения тоже есть когда я сегодня позвонил врачу значит он мне сказал что в принципе вам приезжать не обязательно мы работаем только в экстренных случаях ординации все закрыты и обслуживают только срочных больных с какими-то определенными симптомами моем случае он мне сказал что по электронной почте я вам вышлю больничный лист и мои рецепты которые я ежемесячно у него получаю я даже не пришлось мне к нему ехать я все по электронной почте получил пойду в аптеку сейчас куплю себе медикаменты которые я регулярно принимаю что что происходит на природе в парках как видите в вене очень хорошая погода стоит до 25 градусов люди конечно думают что на природе все хорошо выезжает на природу я вижу очень много людей гуляющих в парках ездят которые на велосипедах но конечно не все соблюдают дистанцию между друг с другом не толпятся не устраивают каких-то сообщных общих пикников но как говорится весна на улице и трудно усидеть дома поэтому очень много людей действительно наслаждается такой погодой как и я в том числе сейчас друзья представьте себе что вы мелкий предприниматель владелец какой-то лавки магазинчика или таксист и попали вот в такую критическую ситуацию где возможно на месяц два три полгода вам предложили и скажем так заставили закрыть свое предприятие но аренду этих предприятий аренду машин там каких-то какого-то оборудования никто это не отменял платить надо по счетам и дальше и сейчас просто идет волна вот таких вот писем к правительству от этих вот предпринимателей просто с отчаянием что им предстоит банкротство закрывать свои предплав лавки магазины или пекарни и бизнес банкротится я вот со своей колокольни как бы смотрю на эту на эту проблему если работаешь как бы на большом предприятии или на государственной службе это совсем другое тебя это не касается и не задевает но вот в таких таких случаях нажидать на какую-то компенсацию от правительства что может быть вам оплатят все эти расходы не думаю что в условиях вот такого жесткого капитализма как сейчас я не думаю что это будет обеспечено всем вот такая вот помощь хотя правительство австрии выделить выделила 30 миллиардов на последствия вот этого значит этой пандемии корона верился 30 миллиардов может быть будут какие-то компенсации выплачивать или что-то еще не знаю в америке трамп подписал указ выдать каждому американцу по 1000 долларов и детей и детям там по чуть-чуть поменьше то есть какая-то реальная помощь каждому человеку от американцев произошла в австрии же и в германии такого такой помощи нет и не предвидится я думаю что никому не выдадут компенсации число безработных растет день ото дня кого-то просто увольняют до лучших времен особенно строительные фермы кита маленькие фермы увольняют своих сотрудников и что будет дальше непонятно будут они получать какую-то помощь от биржи труда ну а потом с какого-то времени эта помощь заканчивается и будут ли они дальше продолжать получать ее или эти маленькие предприятия объявят себя банкротами ребята в эти дни когда могут запретить выходить на улицу кроме исключительных случаев там магазинов врача и аптеки люди будут сидеть дома я не могу себе представить в этом случае что делают люди которые дома не могут заняться своим любимым делом хобби каким-то там времяпрепровождением кроме как лежа на диване это вообще просто несколько дней и ты как на хуб как будто в одиночной камере в тюрьме в италии например вот такой уже комендантский час существует выходить из дома просто так нельзя надо заполнять определенные формуляры чтобы получить разрешение выйти из дома так люди там с ума сходят там они начинают уже потихоньку музыцировать у себя на балконах петь песни хлопать в ладоши и как-то себя занимать я не могу себе представить если вот так бы со мной что со мной такое случилось я живу один и там одному можно с ума сойти если конечно у меня другая история мне легче потому что у меня всегда есть дома чем заняться есть свое любимое хобби которое я люблю я художник я рисую картины просто даже так не для не для обязательной продажи для себя для души и у меня заготовлено много холстов которые я всегда буду из могу использовать вот в случае такого карантина домашнего карантина в других случаях у людей конечно им немножко тяжелее приходится чем не будем буду надеяться что в таком случае я все равно останусь оптимистом буду писать свои любимые картины хочу вам потом показать немножко из своих работ что вы оценили ну и также одно из моих хобби это я работаю с программой photoshop делаю фотомонтажи фотоколлажи тоже для себя из фотографии своих знакомых своих близких моей дочери в частности и это тоже как бы такое креативное творчество эти фотоколлажи так что думаю что я этим тоже могу заняться в свое скажем так вынужденное время препровождение как вы видите я сейчас просто гуляю здесь на природе недалеко от города и люди ездят на велосипедах также гуляют то есть наслаждаться природой никто не запретил пока что будет дальше трудно сказать может быть разрешат только выходить по нужде в магазин или в аптеку посмотрим но по-прежнему количество смертей очень низкое всего 6 человек умерла в австрии с населением в 11 миллионов 6 человек это ничто ничтожное количество не знаю прогнозы разнятся кто говорит что начин это пандемия это только начало а кто-то говорит что она уже в китае прошла и через пару недель пройдет и в европе будем надеяться на лучшее остаемся оптимистами наслаждаемся весенним солнцем на природе выходим на прогулки и я верю что все будет хорошо это ребята торговая площадь где расположены магазин продовольственный табачный киоск и аптека я сейчас иду в аптеку перед которой стоит вот такая очередь запускает внутрь по одному два человека если в количестве в количестве сколько там продавцов остальные стоят на улице сзади меня стоит мужичок от его снял в перчатках одноразовых многие ходят в таких перчатках да и в аптеку стоит надпись масок нет максимум четыре человека при 4 4 продавцов заходим мы в аптеку и видим что продавцы стоят вот за таким стеклом и еще одеты в масках вот такие маски на лице двойное за двойная защита от контакта с покупателями и вот так они выполняют свою работу в аптеке по обслуживанию покупателей покупателей много скупили почти все лекарства нужное лекарство я искал в трех аптеках когда обычно там всегда было в наличии но нет в этот раз уже все скупили после этого я решил зайти вот этот вот в меркур в магазин продовольственный супермаркет большой в очередь стоит в табачный киоск такая же и как вы видите стоят сидят тоже здесь такие вот бомжи со стаканчиками просят помощь вроде не алкоголик но бомж в магазине стоит какой-то security не знаю чем он тут занимается вот он стоит наблюдает но я зашел магазин посмотреть все ли в наличии как ведет себя публика и увидел что все есть все в наличии все свежее но что меня удивило значит никто из персонала магазина не носит масок не носит перчаток они трогают эти продукты расставляют их по полкам не одев не перчаток не масок ребята вот так ведет себя персонал в магазинах на кассе зато всякость все кассирши носят опять же вот такие маски предохраняющий контакт но и не только они вот тоже космонавт сидит один из покупателей во всеоружии защитился а это вид вены виды вены пустой днем без людей без прохожих без туристов одна из центральных улиц грабар грабан венский где обычно тысячи людей сидят в кафе туристов толпы ходят шон брюн зимняя резиденция кайзера тоже пустует больше четырех миллионов человек в год посещает и и кертна штрассы это как бы московский как московский арбат такая вот торговая пешеходная улица абсолютно пустая все магазины закрыты марихильф и штрассы тоже одна из больших самых главных торговых улиц города вены пешеходная улица тоже вы видите магазины закрыты никого нет правительственный квартал тоже туристические туристическое место абсолютно тоже пустое никого нет как будто вымер город следующая торговая улица в одной из частей вены тоже не видите никого нет музеи все закрыты вот исторический музей закрыт площадь перед музеем абсолютно пустая самая главная площадь где расположен собор святого штефана абсолютно пустая на этой на этой площади обычно не протолкнуться музейный квартал где расположены музеи тоже как вы видите все закрыто и ни одного человека ни одного туриста основной главный парк отдыха горожан как вы видите тоже абсолютно пустой никто не гуляет по парку вот так вот выглядит вена 20 марта днем без людей тоже один из главных достопримечательностей вот этот вот памятник марии терезии в центре города и пратер парк аттракционов с его аттракционами колесом обозрения тоже абсолютно пустую ребята на этом я прощаюсь спасибо вам до следующей встречи до свидания спасибо 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 там спасибо Продолжение следует...